МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время памяти сотрудников погибших при исполнении служебных обязанностей никто не забыт. Очередные нарушители. Чем опасно пьяное вождение? Безопасность глазами детей. Как черногорские школьники прививают культуру безопасности? Об этом и не только расскажет Регион-19. Дом-школа. Школа-дом. Ежедневный маршрут всех детей. Каким бы ответственным ни был ребенок, он остается ребенком. Внимание детей привлекает все, что угодно. Малейшая невнимательность может привести к трагедии. Вот почему важно, чтобы вы были примерным пешеходом для своего ребенка. Выберите совместный безопасный путь. Подальше от машин, где мало перекрестков и переходов. Остерегайтесь опасностей на улице. Сопровождайте ребенка в школу и домой. Воспитайте внимательного и ответственного пешехода. Больше недели госавтоинспекторы проверяли пассажироперевозчиков. Причем как водители автобусов, так и водители легкового такси. Пришло время, так сказать, собирать камни. В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Автобус», которое проходило в столице Хакасии с 25 октября, инспекторами ДПС и технического надзора проверено 134 пассажирских автобуса. Как городского, так и междугороднего направления. К административной ответственности за нарушение ПДД привлечены 48 водителей пассажирского транспорта. Основные нарушения – это несоблюдение правил маневрирования и наличие технических неисправностей на автобусах. Вместе с тем, один водитель отклонился от маршрута следования, чтобы, так сказать, выиграть время. Также наказание понесут четверо должностных лиц, которые выпустили неисправные автобусы на маршрут. Во время проведения ОПМ-автобуса был выявлен факт нелегальной перевозки пассажиров автомобилем такси. Материалы дела направлены в трудинспекцию для принятия мер реагирования. Проверки пассажироперевозчиков в Абакане проходят регулярно. На скорости 60 км в час, даже на сухой дороге, расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки, около 60 метров. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее перед пешеходным переходом. Внимание! Тормози заранее. 10 ноября полицейские отметили свой профессиональный праздник. Только вот отмечали они его на службе. Однако без подарков не обошлось. Автопарк Хакасской госавтоинспекции пополнился новым спецтранспортом. Ключи от 27 автомобилей марки Hyundai Solaris вручил сотрудникам ГИБДД генерал-майор полиции Владислав Мингела. Экипажи ДПС на новых автомашинах будут нести службу в Абакане и районах республики. Патрульные автомобили укомплектованы всем необходимым. Средствами фиксации обстановки внутри и снаружи, радиостанциями, сигнальными громкоговорящими установками, а также специальными медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим. Глава МВД по республике Хакасия, поздравляя инспекторов с профессиональным праздником, выразил надежду, что новые служебные автомобили позволят автоинспекторам оперативно действовать в экстренных ситуациях, выполняя поставленные служебные задачи максимально быстро и эффективно. В этот день традиционно мы поздравляем людей, выбравших свою профессию, дело защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения внутренней безопасности государства. Сегодня лично от Министерства внутренних дел в республике и его территориальных органов это коллектив высококлассных специалистов, ежедневно выполняющих свои служебные задачи, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней. Спецтранспорт поступил в республику Хакасия в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». После торжественного вручения все 27 патрульных автомобилей ровным строем разъехались по своим рабочим территориям, чтобы с честью выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения. Куда бы вы ни шли, переход укажет вам безопасный путь. Водитель, пропусти пешехода. Есть в рядах госавтоинспекции сотрудники, которые в прямом смысле отдали жизнь за безопасность дорожного движения. Они всегда в памяти. Они всегда в строю. 8 ноября – памятная дата. В этот день чтят память тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей. В Хакасии отдали жизнь службе Кондратьев Юрий Владимирович и Саидгореев Роман Зиянович. Роман в 2004 году на полном ходу был сбит КамАЗом. Когда регулировал движение. На протяжении всех этих лет его сослуживцы не забывают коллегу и не забывают родителей Романа. Регулярно они помогают пожилым людям всем, чем только можно. Дрова наколоть, уголь раскидать, свозить по больницам и просто поговорить по душам. Они, знаете, как относятся. Только позвони, везут, куда надо, в больницу, что-то надо, все. Вот спасибо за это всему коллективу, всему, всем. Работа тяжелая у них, я понимаю. Всегда говорят, обращайтесь, обращайтесь. А я, конечно, и напрягатель, я знаю эту работу. Ну, конечно, вот, ну молодцы. Вот благодарно. И министр уже поменялся, Ольховский. Он же у меня есть в WhatsApp. Да, еще отправляют. Вписывайтесь. Видите, современные технологии. Ну, так они меня научили, я не понимаю это все. Внучка еще TikTok сделала. Я говорю, что-то там какой-то крючок мне поставила. Она говорит, баба, ну это же интересно. Родители Романа живут в частном доме. А значит, работа не заканчивается никогда. Сами Саидгариевы далеко уже не молоды. И тяжелая физическая работа дается им с трудом. Поэтому бравые инспекторы – всегда желанные гости в их доме. Всех автополицейских Надия Джанфяровна считает своими сыновьями. Ведь они помогают ей по любому поводу. И на праздники не забывают. Они все хорошие. Все родные, все мальчишки хорошие. Я их всех люблю. Я для них и так как мама. Они для меня как сыновья, конечно. И переживаю за них. И понимаю, что работа тяжелая, ответственная. Все бы понимали, как это тяжело работать им. Я им желаю здоровья, здоровья, здоровья. Любви, взаимопонимания в семье. Чтобы все у вас было хорошо. Не было никаких проблем, беды никакой. Вас не коснулось. Она и так нас долбит, эта жизнь тяжелая. Пожалуйста, будьте всегда в строю. Вот это главное. О нас вы не забываете. Я это чувствую и знаю. И мы вам очень за это благодарны. Всему вашему составу, всему вашему коллективу. Всем. И с праздниками. И с днём. А у меня день рождения еще, знаете, 3 июля. День ГИБДД. Они вот приезжают и поздравляют с праздником и с днём рождения каждый год. Вот столько лет, понимаете, столько лет. Мы чувствуем себя неброшенными. Мы не чувствуем себя одинокими. Саид Гореевы потеряли двоих сыновей. И младший, Роман, был бы сейчас ровесником нынешних инспекторов ГИБДД. Со слезами на глазах мать, потерявшая двух сыновей, и нашедшая еще два десятка в лице инспекторов, благодарит их за все, а самое главное, желает здоровья и чтобы никакая беда их не коснулась. Каждая встреча проходит в очень теплой атмосфере. И со стороны явно видно, что это одна большая семья, которая никогда не забывает друг друга и стоит за всех членов семьи до конца. Так же, как Роман Саид Гореев стоял до конца, обеспечивая безопасность на дорогах. Роман Саид Гореев Вместо романтического свидания житель Туима загремел на 10 суток. Интересная история, не правда ли? И все бы хорошо, если бы не было так плохо. А плохо, потому что водитель был пьян. Для проверки документов был остановлен автомобиль ВАЗ-21074, движущийся по улице курортной села Шера. Однако требования сотрудника полиции об остановке рулевой проигнорировал и, прибавив газу, стал стремительно удаляться. Проехав несколько метров, водитель бросил жигули на обочине и попытался бегом скрыться в темноте. Но полицейские пресекли данные действия. Запах алкоголя и неустойчивость позы позволили предположить, что водитель находится в состоянии опьянения. На предложение пройти освидетельствование ответил согласием. Алкотестер выдал результат 0,74 мг на литр. В автошколе рулевой ВАЗа никогда не обучался. Соответственно, водительское удостоверение дорожным полицейским предъявить не смог. Автоинспектором молодой человек признался, что приехал в гости к девушке, а не остановился, так как испугался встречи с полицией. Ну да, я видел, как он пьяным сел в машину. Я-то при чем? Понимаете, у нас это не принято жаловаться в полицию. И что я должен выполнять их работу. То есть я должен звонить. Мне больше всего надо, что ли? Ты будешь таким же принципиальным, когда собьют твоего ребенка. Звони 020. Сообщи о пьяном водителе. Действуй. Предотврати трагедию. А теперь о детях. О законопослушных детях, которые любят дружить с правилами дорожного движения. В очередной раз черногорские школьники подготовили новый видеоролик. Давайте смотреть вместе. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы аварии избегать, надо строго соблюдать правила движения и нормы поведения. Вы запомните, друзья, на дороге нам нельзя. Бегать, прыгать и скакать, и с мячом футбол играть. И не думайте напрасно, что здесь вовсе не опасно. Изучайте понемногу, как переходить дорогу. Девушки и мальчики. Все без исключения. Соблюдайте правила дорожного движения. Правила дорожные не так уж и сложные. Только в жизни правила очень всем нужны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все будет путем. Почему я в этом уверена? Я соблюдаю правила дорожного движения. А ты? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И еще немного о безопасности устами детей. Только теперь устами абаканских школьников. Очень просим вас, будьте аккуратны на дорогах и превышайте скорость. На пешеходном переходе всегда пропускайте взрослых и детей вперед. Не включайте сильно громкую музыку. Это очень отвлекает от дороги. Дорогие водители, не стоит разговаривать по телефону во время движения. Ведь это может навредить другим людям. Давайте будем соблюдать все знаки. Вы для водителей, мы для пешеходов. Люди делятся на водителей и пешеходов. Объединяет их правила дорожного движения и взаимная ответственность. Но если этим пренебречь, то в первом случае дело может закончиться как-то вот так. А во втором, ну, совсем плохо. А в общем, это несложно. Люди идут, машины стоят. Это правило. Соблюдайте правила. На сегодня это все. Пишите нам в Фейсбук и Контакт. Задавайте умные вопросы, получайте умные ответы. Читайте нас в Твиттере и подписывайтесь на нас в Инстаграм. Соблюдайте правила дорожного движения и до встречи на дорогах.